Приветствую вас. Если говорить конкретно про разумный выход из ситуации, которую вы описываете, то, наверное, разумным выходом из нее было бы отстранение на какое-то время от вашего молодого человека и разбор в себе. Это вот то, что было бы наиболее корректно с точки зрения психотерапии. Вы говорите про депрессию и, соответственно, это тоже нужно разобрать, что вы имеете в виду. Говорят, что у вас депрессия и почему вы близко к тому, что принимаете. Ну, как все. Вот. Это такая история. Такой момент. Один момент. Дальше. Значит, глобально. Что я могу сказать? Вот. Повод в целом вашей ситуации. На мой взгляд, основная проблема – это, конечно же, недоверие, да, конечно же, какая-то неуверенность в себе, это, конечно же, страх. Вот. Причем страх взаимный. Вот. Страх измены чего-то такого. Но вместе с тем это говорит о некой такой незрелости ваших отношений, о некой фиксации в отношениях. Немножко не тех моментах, вот, которые, ну, которые он вами, вами описывает, да, то есть, вами, ну, вами описываются моменты гендерного взаимодействия, то есть, вот, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, это, вот, один из ключевых, ну, аспектов, вот. А не хватает вам, на мой взгляд, личностного взаимодействия, взаимодействия как двух, личностей, вот. Не хватает вам, на мой взгляд, этого. Не хватает вам такого, более взрослого, наверное, взаимодействия, да. Вот. И, соответственно, в этом какая-то остальная проблема. Но вопрос здесь, конечно, в первую очередь заключается в возможности, подобное взаимодействие продвигать. В вашей возможности подобное взаимодействие реализовывать. Потому что сейчас есть ощущение, что ваш партнер интересует вас исключительно только как мужчина. и больше никого. То есть, чтобы вы правильно понимали, что я имею в виду, я скажу. Взаимодействие мужчины и женщины один, но не единственный вектор направления взаимодействия. и что все проблемы, с которыми вы толкиваетесь, глобально связаны с тем, что вам не хватает более серьезного взаимодействия. Вот. То есть, более серьезного, более личностного, более, может быть, духовного взаимодействия. Этого вам не хватает. Но, все, в принципе, решаемо. Все можно подкорректировать. Если вы пишете, что хотите поработать с психологом, и, мне кажется, это очень хорошая идея, но нужно только теперь подумать о том, как ее реализовать. Потому что, вроде бы, с психологом вы хотите поговорить, а вместо этого задаете свой вопрос в общем тридцать разделу. Что, конечно же, не очень-то подразумевает именно разговор. Скорее подразумевает больше односторонний такой диалог. Потому что для решения вашей проблемы нам нужна и информация, и с вами поговорить, и так далее. Вместе с тем, чувствуется, что во власти выявлительности находится и чувствуется, что есть проблема личной ответственности. То есть, мне кажется, что у вас имеет место быть такой аспект, что ли, как, например, желание иметь в своем, так сказать, ближайшем поле психологическом, того, на кого можно было бы и переложить ответственность за свои трудности. Хотя, я понимаю, что, может быть, вы со мной и не согласитесь, но я не пытаюсь как-то вот настаивать на этом. Вот, если вы со мной не согласитесь, то, в принципе, в принципе, что-то возражать не буду. Но, тем не менее, проблематика в случае есть, и сама по себе она, наверное, не решится. Поэтому, смотрите, конечно, думайте, но не тяните с этим, просто помните, что вам действительно нужно поговорить с психологом, вам действительно нужно пообщаться с каким-то из коллег или со мной, если вы хотите, и, соответственно, решить свои проблемы. Всего вам доброго и удачи! Продолжение следует...